Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, уже дорогой браток, и мы с вами продолжаем играть в Life is Strange. Итак, сейчас перед нами сложная такая задача, кого же обвинить, потому что вот я не знаю, кого лучше. У нас два доказательства, либо вот на этого торговца, либо на Шелдона. И так как Шелдон вот действительно вообще мне капец как не понравился, поэтому мы с вами его и обвиняем. У нас есть информатор Шелдон Пайк. Откуда мне знать, что ты не наебываешь меня? Так, нет, ну у меня есть доказательства. Вот офицер по УДУ. Он каждую неделю встречается со своим офицером, что они, по-твоему, обсуждают? Дерьмо. Не могу дождаться, когда я разберусь с этим уёбком. Спасибо, выходит, остался только нас с тобой обминалом. Покажи мне оплату, и я скажу, где мы встретимся. Оплата? Бля. Сколько? Ровно столько, сколько вы у меня украли, легавые. Чёрт, да ладно, мы ещё и деньги должны. Есть у меня надежда, что у Джеймса уже есть деньги Дэймона. Вот только где? Чёрт, я ничего не понимаю, ребят. То есть в этот дом спокойно могут проникать? Чё за бред? Ой, ладно, окей. Слава богу, хоть никому нет. Итак, теперь нам нужна оплата. Какие-то опилки появились? Ну, что это такое? Интересно, это как-нибудь связано с Дэймоном? Ну-ка. Ну-ка. Там по-любому... Тайник и дырка, прям как у нас в шкафчике, только у нас там косячок был. Точнее, не было. А тут... Отлично. Твою мать. Да тут же наверняка тысячи долларов. Неудивительно, что Дэймон так сильно хочет их заполучить. Ладно, хорошо сработано. Вот твоя девчонка в подарочной упаковке. О, чёрт. Это Сэра. И она на лесопилке. Что он с ней делает? Блин, смотрите, нифига себе. Принеси мне деньги и можем закончить дело. Ну, отпусти её, это глупо, конечно, скоро буду. Уже в пути. Не предпринимая ничего до моего прихода. А ты правда в этом новенький. Лучше поторопись, этот сып и начинает действовать мне на нервы. Твою же... Джеймс вообще понимает, что делает? Ладно, у меня ещё есть время. Дэймон ждёт свои деньги, верно? Значит, пока он ей ничего делать не станет. Блин. Надо двигаться туда в темпе. Хлоя? Эллиот? Эй. Эллиот. Что ты тут делаешь? Это ты, что здесь делаешь? Это же дом Рэйчел, так? Он правда за мной шоу? Я не могу об этом говорить. Рэйчел, нужна моя помощь. Рэйчел, нужна моя помощь. Не сомневаюсь. Меня больше волнуешь ты. Я в порядке. Это ты творишь фиг знает что. Ты не должен здесь находиться. Хлоя. Что это? Эллиот, положи их на место. Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься. А ты, Хлоя, во что ты впуталась? Ты не поймешь. Дай мне шанс. Какого черта ты делаешь? Я не могу особо распространяться. Это связано с матерью Рэйчел. Ее настоящей матери. И это объясняет, что ты вламываешься в дом прокурора, и у тебя при себе... Это? Веришь или нет? Ну да. Как же меня достало то, что ты не видишь, кто Рэйчел на самом деле такая. Когда же ты поймешь, что она с тобой делает? Эллиот, просто отойди. Нет. Ты должна меня выслушать. К чему тебя привели отношения с ней? Ты не знаешь, о чем говоришь. Что случилось, когда вы впервые вместе затусили? Ты ввязалась в драку. Ты не знаешь, о чем говоришь. Рэйчел мой зад спасла. Не сомневаюсь. Так тебе и кажется. Хватит, хватит намекать нас, что она как-то плохо... На следующий день она уговорила тебя пропустить уроки. И, о чудо, у ней проблем не было. А тебя отчисляют. Рэйчел меня поддерживала. Она сделала все, чтобы меня защитить. И дай угадаю, этого было мало, да? Ты не понимаешь. Тебя там не было. А когда она против твоего желания заставила тебя поучаствовать в пьесе... Слушай, мне жаль, что я кинула тебя с пьесой, но... Дело не в этом. Чувак, я серьезно. Тебе бы заткнуться нахрен, пока не... Я достаточно молчал. Послушай, Рэйчел, прекрасная актриса. И я не про сцену говорю, она фальшивка. Ты настоящая. Мне больно смотреть, как она с тобой... тобой манипулирует. Эллиот, клянусь. Никто мной не манипулирует. Нет. Глянь, где ты оказалась. Недоучка. Якшаешься с уголовниками. Вламываешься в чужие дома. Это безумие. В больнице сегодня запросто могла оказаться ты. Если это когда-нибудь... Произойдет. Слушай, я понимаю. Ценю твое беспокойство. Я так не думаю. Эллиот. Это я, тот, кому ты не безразлично, Хлои. Я. Я, не Рэйчел. Пока тебе... Пора тебе посмотреть. На правду глазами. Что это значит? Это значит, что сейчас ты должна перестать думать о Рэйчел и послушать меня. Хоть раз. Эллиот, пожалуйста. Знаю, ты расстроен, но... Я не расстроен. Я пытаюсь помочь тебе. Эллиот совсем поехал. Нужно вызвать полицию и так, чтобы до него не дошло. Кто был с тобой? Когда уехал Макс? Когда погиб твой отец? Всем было наплевать на тебя, кроме меня. Нам нужно о многом поговорить. И у меня не волнует, сколько это займет. Мы не уедем, пока ты не поймешь, что я прав. Блин, вот это на самом деле зря. Я, ребят, зря... Полицию вызываю. Вот я попу вас. Ладно, Эллиот. Ты так сильно хочешь поговорить? Поговорим. Что тут происходит на самом деле? Мне ты можешь сказать? Тут происходит вот что. Мы стоим в доме окружного прокурора, и нам надо было уйти, пока он не вернулся. Не волнуйся. Раз Рэйчел в больнице, Джеймс не скоро вернется. Я имею в виду твою ситуацию. Рэйчел опасна. Тебе нужно это понять. Ты прав, Эллиот. Не хотел признаваться, но это правда. Моя жизнь под серьезной угрозой. Спасибо тебе, Клоу. Все, чего я хочу, это помочь. Рад, что ты это наконец-то увидела. Ты прав. На самом деле, вся эта ситуация просто крик о помощи. Помоги мне. Помоги мне же. Эй, все в порядке, я тебя не брошу. Мне просто надо побыстрее сюда. Сюда, сейчас. Ты странно себя ведешь. Что происходит? Что? Ничего, я... Что ты... Ах ты, сучка! Разве ты не видишь, что я просто хочу помочь? А теперь ты нападаешь на меня? Зайдешь настолько далеко, чтобы защитить Рэйчел. Об этом я и говорю. Нет, идиот. Какого хрена? Беги лучше, долбоебина. Копы могут приехать в любой момент. Блин, тут я, наверное... Блин, нахрена мы вызвали полицию? Это просто жесть. А парень-то действительно хотел нам помочь. Вот в чем прикол. Ребят, он действительно хотел нам помочь. А теперь могут реально быть серьезные проблемы. Просто пройти мимо него я подумал, что... Как-то это грубо. А позвать о помощи... В общем, я не думал, что она будет... Звонить, блин, в полицию. Никак не думал. Блядь! Так, самое важное, чтобы мы не повторили судьбу... Нашего отца. Будет довольно печально. Но мы, в принципе, знаем, ребят. Первый эпизод Life is Strange. Что там все будет хорошо. Ну, кроме, конечно... Столько разрушений. И все потому, что... Рэйчел разозлилась на своего отца. Который врал ей всю жизнь. И все еще продолжает врать. Эй, отцом быть тяжело. Это не оправдывает его действия. Я лишь говорю, что сделал бы все, чтобы защитить тебя. Эй, пап. Да? Ты когда-нибудь врал мне? Я не про тот случай, когда ты сказал, что пепельница, которую я сделала для мамы... Неполное дерьмо. Я типа про серьезную ложь. О чем... Что могло бы сделать мне больно? Как ты думаешь? Думаю, нет. Тебе не нужно было. Ты этого не делал. Так ведь? Любила бы ты меня меньше? Конечно, нет. Ты говоришь очень уверенно, милая. Ты так же была уверена, что мама не влюбится в кого-то вроде Дэвида. Действительно ли ты готова услышать ответ на свой вопрос? Готова, насколько это возможно. Проблема в том, что я мертв. Как же я тебе хоть что-то расскажу? Да, действительно. Чего-то нового он нам не расскажет, потому что это всего лишь в нашем подсознании. Я хотела бы, чтобы ты рассказал мне, когда еще мог. Тебе не нравятся наши идеальные отношения? Я хотела бы, чтобы ты дожил до момента, когда наши отношения пошли по пизде. Не-е-е. Моя тачка мой музон. Я серьезно собираюсь встретиться с Дэймоном Эриком лицом к лицу? Все ради Рэйчелу. Я совсем поехавшая. Жесть, какая поехавшая. Я рада, что ты здесь был. Не хочешь, чтобы я уходил? Нет. В компании веселее. Кроме того, ты точно не захочешь такое пропустить. Сейчас начнется самое интересное. Блин, жалко, что я тоже не могу себе в подсознании впихнуть, допустим, друга лучшего. Или отца, к примеру. Или мать, чтобы они рядом были, находились. Я такой оборачивался и видел бы копию. Это было бы круто. Черт. Но, к сожалению, не так все. Либо под какой-то, не знаю, дурию надо. Чтобы галлюцинации были. Там, грибочки или что-то такое. Почему вот в реальной жизни нельзя настроить свой мозг, чтобы он, опа, и видел то, что надо? Это по-любому можно, потому что наш мозг на сколько процентов работает? Черт, это что, кровь? Фрэнк? Фрэнк! Черт, плохо дело. Меня позову на помощь, Фрэнк. Но сперва я должна помочь маме Рэйчел. Может, действительно, там, блин, Фрэнк уже, бедный, помирает. А может, наоборот, он убил. Ну, или, не знаю, там. Где, черт возьми, Сэра? Шифлер. Не указывай мне, что делать. Так, а вот нож мы, пожалуй, возьмем. Да, правильно. Так, мобильный там есть еще, смотрите-ка. Шелдон, поверь, я бы никогда не стал... Шелдон, я не сраный стукач. Кто, блядь, тебе сказал, что... Оу. Нет! Все будет хорошо. Еще немного, и ты скажешь всем своим проблемам пока-пока. Какого хера? Я просто хочу увидеться своей дочерью. Неужели ты не понимаешь, почему он... Твоей дочерью? Господи. Так вот, из-за чего он так парился. Нельзя дать общественности узнать, что мать твоего ребенка какая-то наркоманка. Я всего лишь хочу увидеть ее во мне... Заткнись, Джеймс Эмбер хочет избавиться от тебя. Этим-то мы и займемся. Это просто ужасно. В конце концов, никто ведь не поверит наркоманке. Он сказал, ты уже в год завязки. Уважаю. С этого дерьма трудно слезть. Ты справишься. Дэймон. Какого хера ты тут забыла? Деньги у меня. Что задолжал тебе, Джеймс? Каким ты, блять, образом? Микки, никому не нужно знать. Просто отпусти ее, и я не расскажу. Нет. Разговор окончен. Оставь ее. Заткнись. Какого хуя? Ты обчистила прокурора. Достал мои деньги, сожгла вещдок. Все вот это? Я лишь пытаюсь помочь. Отойди от нее. Я, блять, сказал тебе заткнуться. Нет. Отправляйся в свой блядский мир грез. У нас все ноги. Пусть это послужит тебе уроком, малышка. Выбирай в жизни правильно. Или кончишь, как она. А что же мне делать с... Дэймон! Что ты натворил? Здорово я тебе... Вижу, ты не слишком соображаешь, когда надо отступить. Рад, что ты встал на ноги. Хуя. Фрэнк. Ты же не хочешь опять начинать, а? Ну ладно. Я не хочу опять начинать. Ну, хорош тебе, мужик. Пошел нахер. Сэра. Ричел. Ваша дочь. Она. Охренеть, ребята. Вот это пипец, а не концовка. Это просто жесть. Сэра? Хлоя Прайс. Где Фрэнк? Или Дэймон? Твой друг Фрэнк позаботился о Дэймоне. Сейчас нет нужды беспокоиться о них. Сядь. Сэра. Сэра. С вами все в порядке? Нам нужно обсудить произошедшее. Мне так жаль, так... Рэйчел. Рэйчел не должна узнать об этом. Думаю, вам нужна помощь. Позвольте мне позвонить кому-нибудь или куда-нибудь. Послушай меня. То, что сделал Джеймс, нанял бандита, заказал ему накачать меня. Он кусок дерьма. Я позабочусь, чтобы... Рэйчел никогда не должна узнать об этом. Сэра, это чушь собачья. Ты меня не слушаешь. Рэйчел заслуживает знать правду о том, что с вами произошло. Нет. Не заслуживает. Рэйчел заслуживает любящего отца. Отца, который ранен... Джеймс лжец! Джеймс, доведенный до отчаяния человек, который любит свою дочь. Как и она его. Ты отнимешь у нее это? Или расскажешь о предошедшем? Отнимешь навсегда. А вам не кажется, что правда вожди? Правда? А что такого особенного в этой правде, Хлоя? Почему вы так говорите? Потому что Джеймс прав. Он забрал у меня то, что я, возможно, никогда не вернул. Но он прав. Я сломлена. Все мы сломлены, Сэра. Да? Разве все оставляли собственное дитя на 15 лет? Разве все брали деньги и не подходили к ребенку? Сейчас-то вы здесь. Важно только это. Да что ты знаешь? Я знаю, что Рейчо нуждается в вас. Я знаю, что такое чувство потери. Я потеряла отца два года назад. Что случилось? Автокатастрофа. Он поехал забирать маму из магазина. А грузовик выскочил на красный свет. И все. И все. Соболезну. Ты не понимаешь, что они для меня значат. Я слышал, что сказал Дэймон. Я слышал, что сказал Дэймон. Вы были в завязке целый год. Вы справились тогда. Значит, справитесь и сейчас. Нет. Не смогу. Возможно, я сама не понимаю, о чем, блядь, говорю. Но я лишь... Лишь хочу, чтобы вы... Вы знали, насколько Рейчо универоятна. Рейчо универоятна. Я знаю. Она бесстрашная. Она великолепная. И талантливая. Она так тонко все ощущает. Она так... сильна духом. У нее хорошая жизнь. Она росла в любящей семье. У нее было то, чего я бы никогда не смогла бы дать. Хотя бы пообщайтесь с ней. Она говорила, что всю жизнь чувствовала, словно ей чего-то не хватает. Этим чем-то были вы. У нее всего хватало. У нее идеальная семья. Даже если не брать в расчет все это дерьмо, семья Эмберов далеко не идеальная. Джеймс... Сраный мажор, а Роуз позволяет манипулировать с собой. Возможно. Однако Рэйчел не нужна, чтобы у нее забирали отца. Да он не заслуживает. Важен не Джеймс. Не я и не ты. Важна Рэйчел. Расскажешь ей, Джеймс, и он умрет для нее навсегда. Ты ведь понимаешь это, да? Ты потеряла отца. Хочешь, чтобы и Рэйчел прошла через это? Разве вы не хотите увидеть свою дочь? Вы же пришли сюда за этим. Вы бросили наркотики. Ради этого вы заслуживаете шанса узнать свою дочь. Никто не исправит моих ошибок. Я никогда не смогу быть матерью Рэйчел. Не в этом мире. Но я все еще могу для нее кое-что сделать. Единственное, на что способна. Позволь мне отдать ей отца, которого она заслуживает. Того, кто вырастил ее. Защищал. Того, кто любит ее больше всего на свете. Поступай, как знаешь, Хлоя. Все в твоих руках. Ты должна решить, хочешь ты защитить Рэйчел или же приничтенить ей еще больше боли. Пожалуйста, не говори ей, что я была здесь. Пусть в ее мире будет тишина и покой. Без меня. Нет, погодите. Да блин, это неправильно. Стоп. Постойте. Не уходите, сэра. Здесь мне делать уже нечего. Прощай, Хлоя. Охренеть. Нет, погодите. Да ладно. Неужели она не встретится с ней? Блин, пожалуйста. Но мне, ребят, сразу, вот сразу вам скажу, что есть тут две концовки. Вот сразу скажу вам. Я обязательно на них пройду. Так что можете не переживать. Первая будет плохая. Давайте расскажем правду. Вот действительно, надо рассказать правду. Серьезно. Привет. Привет, Хлоя. Рича вот только что уснула. Я знаю, она будет ужасно рада увидеть с тобой, когда проснется. Может, зайдешь немного позже. Привет. Спи дальше, малышка. Тебе нужно отдыхать. Можно мне поговорить с Хлоей наедине? Хорошо, дорогая. Будем прямо за дверью. Как в самочувствии? Как будто ножом пырнули. Врачи говорят, что останется чумовой шрам. Может, пришла пара для татуировки. Да, блин. Мы так и не сбежали, да? У нас еще есть время. Все время мира. Ну, как все прошло? Рича, мне нужно тебе кое-что рассказать. И вот этот выбор. И мы все расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok Пиздец. Открытое достижение. У меня там что-то с дьяволом. Блин. Блин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот мне интересно, знаете что, ребята? Окей, господи, мы будем прямо外側. Как ты чувствуешь? Как я убежала. Док говорит, что будет больно. Может быть, татуя в порядке. Да, да. Мы никогда не исчезли. Мы? У нас есть время. Все время в мире. Итак, как все идет? Рича, я должен тебе сказать что-то. Эй. Эй. Рича. Я подвела тебя. Я не смогла найти ее. Мне так жаль. Забавно. Ты была так уверена в себе. Я действительно верил, что ты ее найдешь. Да. И ее тоже. Может, попытаться завтра. Может, она еще не покинула город? Конечно. Я знаю. Где бы она ни была, она очень тебя любит. Откуда ты это знаешь? Потому что... Да потому что... Почему она в этом будет от нас всех отличаться? Ух. Ух. Хип. Ух. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Спасибо огромное, ребят, за просмотр Если вам понравилась эта игрушка Обязательно ставьте лайк Потому что мы скоро, наверное, пройдем Еще бонусный эпизод Придется, конечно, делюкс Но ладно, ладно, черт, прощание Это что-то интересненькое будет по-любому А на этом все, бай-бай, дорогие друзья